современная наука не дает нам скучать называя один и тот же продукт сегодня вредным а завтра как раз наоборот вот и сейчас в список полезных перешло такое всегда вредное сало специалисты мюнхенского университета исследовали состав свиного сала с помощью современных микробиологических технологий и выяснилось что она содержит арахидоновую кислоту которая входит в состав жизненно необходимого нам витамина f она содержится в головном мозге печени и крови а также обратите внимание участвует в жировом обмене кислоты которые содержатся в сале обладают желчегонным действием и как это не парадоксально звучит помогают образованию хорошего и расщеплению плохого холестерина в печени а мононенасыщенная олеиновая кислота защищая стенки почек и печени от продуктов окисления препятствует развитию атеросклероза так что немецкие ученые отнесли сало к полезным животным жирам и даже советуют включать кусочек свиного сала в ежедневное меню больных сердечно-сосудистыми заболеваниями есть еще одна безусловно хорошая особенность этого продукта сало не накапливает в себе радионуклиды в отличие от мышечных волокон и костей и как доказали канадские токсикологи даже способствуют выведению ядовитых веществ из организма человек при этом медики не советуют покупать сало в непроверенных местах есть риск заразиться трефинилезом инфекцией который поражает почки и нервную систему тем более если соленое сало не проходит тепловую обработку что касается так сказать дозировки то в случае с салом количество не переходит в качество в нем все же очень много калорий и соли так что 200 граммовый кусочек разумеется не принесет ничего кроме лишних килограммов на талии и утренних отеков на лице поэтому если так можно выразиться безопасные для организма дозой сала можно считать 30 граммов в день но и еще один момент сало обладает желчегонным свойством что для здоровых людей очень хорошо потому как способствует оттоку желчи и более активной работе пищеварительной системы оптимальным вариантом является соленой или отваренные со специями сало копченое сало шкварки и жареный бекон стоит исключить из рациона потому что как раз эти продукты полезными не являются а совсем наоборот опасны для печени плохо сочетается сало с картошкой и с белым хлебом полезнее всего его сочетание с ржаным хлебом и овощами типа огурца или кабачка а также сквашеной капустой уж как только не нахваливали медики чудодейственные свойства ненасыщенных жирных кислот омега-3 и сосуды то они делают эластичными и питают нейроны головного мозга и противостоят возрастным изменениям но на сегодняшний день английские ученые утверждают что действие рыбьего жира на памяти работоспособность равно эффекту плацебо пух пустышка специалисты в течение двух лет изучали эффекты поле ненасыщенных жирных кислот включая омега-3 на когнитивные функции головного мозга эксперименте участвовали более 800 человек в возрасте от 60 до 80 лет к сожалению положительного влияния рыбьего жира на работу стоящего мозга обнаружено не было но так что сегодня мы вам прочли можно так сказать хвалебную оду соленому салу и развенчали полезность рыбьего жира можно сказать соблюлей баланс любители салом и конечно же порадовали надеемся что и поклонников омега-3 не слишком огорчили